Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас обзор заказа по 14 каталогу Фоберлик. Вот такая тяжелая коробочка. Здесь много новинок, много помад. Будем делать с вами сводчи, все тестировать. Здесь есть одежда. Итак, поехали! Вот так в целом выглядит мой заказ. У меня здесь складной тазик. Он был отдельно вот так упакован. Мы с него и начнем. И на пункте вытачи я уже вскрыла коробочку, чтобы проверить одежду. Потому что, ну, мало ли, пришлось бы делать возврат. Она оказалась бы маленькой или еще что-нибудь. Давайте начинать с тазика. Распаковала. Внутри идет отдельно вот в таком еще пакетике. Артикул тазика у нас с вами. 118,66. 10-литровый таз. Размеры 41,5 на 37,5. И материал Made in China. Материал-материал TPR. Пластик полипропилен. Давайте смотреть. Давно на него смотрел, но не было их в каталоге. Тоже давно. Вот, наконец, они появились. Вот как выглядит тазик. Ручки силиконовые. Очень, кстати, удобные, не скользящие. Вот на эту штучку его можно в ванной вешать. Он, смотрите, в сложном виде, как занимает мало места. То есть в ширину, наверное, сантиметра 3-4. Можно вешать его. Вот так. Теперь расправляем нажатием руки. Оп. Он щелкает, когда расплавляется. Так. И вот как он выглядит в разобранном виде. Смотрите. Вот такая глубина. Очень большой таз. Вот это тоже силикон голубенький. Силикон. И здесь нет пластика. А белый это пластик. Сейчас покажу поближе. Вот эта аромация по тазику еще раз. И вот как выглядит сам таз. Смотрите. Такой большой, очень приятный на ощупь силикон. Вот. Сделан так. Он тут даже не отвалится. Вот такой вот довольно большой. Так. И теперь мы его сейчас сложим и посмотрим в сложном виде. Складывается очень легко. Это заняло буквально секунду. С двух сторон руками нажимаем просто на ручки. И все. И он сложился. Вот. Смотрите, как мало места он у нас будет с вами занимать. Вещь, на самом деле, очень удобная. Чтобы сэкономить пространство, вот такие вот ведра, тазики, вообще, конечно, супер. Так. Давайте теперь покажу, что взяла по распродаже. Первый день действия каталога. Несмотря на то, что он первый. Обычно редко бывает в этот день распродажи. Я в последнее время даже такого не помню. Были подарочные наборы. Вербена. Еще какой-то, по-моему, и зима. Я взяла зима, потому что мне очень нравится крема для рук именно из зим. Не линейки, а не очень питательные. Для моих сухих рук, для сухой кутикулы подходят как нельзя лучше. Так. Артикул этого подарочного набора 0293. И довольно свежий срок годности. Я вам хочу сказать, даты изготовления, точнее. 09-2019. То есть год. Это нормально. Потому что у этих кремов, по-моему, 3 года, если мне не изменяет память срок годности. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, что там внутри. Я такой набор именно не брала. Но брала отдельно серии средств зима и мне очень нравится. Так. У нас здесь бальзам для губ. Вот так он выглядит. Здесь даже на каждый продукт есть отдельный артикул. И этикеточка. Вот беленький бальзам для губ. Мягенький, приятный и пахнет, да, как прошлогодняя линеечка зима. Продукты здесь стоят очень красиво. То есть такой вполне себе подарочек можно и на подарок кому-то взять. Смотрите. Упаковано все достойно. Так. Здесь крем для лица зимний я, скорее всего, использую на руки. Вот так он выглядит. Здесь 4% масла ши. Да. 50 мл и артикул 0936 вот этого крема, если отдельно брать. И зимний крем-концентрат для рук. Вот так он выглядит. Здесь у нас 3%... 3 масла каких-то, я так понимаю. Комплекс из трех масел здесь в составе. Здесь уже 75 мл, артикул 0935. Кремушки приходят все заслюдированные. Чтобы открыть еще, надо постараться. Вот такой вот кремушек открыла, выдавила. Я пожалела, кстати, что не взяла больше. Надо было вот так вот на подарочки, да, прям набрать несколько штук. 207 рублей он, по-моему, обошелся по распродаже. Пахнет эта линейка здорово. Мне кажется, немножко медом отдает. И здесь очень питательный крем для рук. Поэтому, да, за 200 рублей просто потрясающий подарок. Фаберзиток луб закрывается, поэтому приходится баллы, которые копила на аппарат до нас. У меня их было много, 600 с чем-то точно. Потихонечку тратить. Сейчас покажу вам, что выбрала себе по Фаберлик-клубу. Здесь есть одежда. Первое, что покажу, это будет легкий трикотажный джемпер с высоким одинарным воротом для мужчины. Артикул 190 647. Черный, размер 54. Я вам покажу этикеточку еще поближе. Все, посмотрите. Я уже на пункте выдачи открывала. Мне очень понравился. Я захотела себе такой же. Я планировала взять в разных расцветках и разные модели, но некоторых, к сожалению, не было на складе. Вот так выполнен ворот. В следующем каталоге, надеюсь, будут, возьму еще. За 1 рубль это, девчонки. Так, вот этикеточка. Сейчас я вам тоже все поближе покажу. Но 54 размер здесь, конечно, тянется. Ну, в принципе, да, 54 размер. Почему бы и нет? Ну, может быть, 52. Ну, я обязательно мы с вами померяем и посмотрим, как он выглядит на теле уже. А так очень приятно. Здесь состав 80% хлопок и 20 нейлон. Низ и рукавчики вот так вот сделаны с резиночкой. И вторую ковчку покажу вам сейчас, а потом поближе все рассмотрим. Так, 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 так. Полезла. Это детская уже вещь. Это трикотажный полуверк для девочки. Темно-синий на рост 134. Это был самый большой размер, который там был. 100% хлопок. Артикул 199-591. Очень мне понравился этот джемпер. Почему взяла вот именно такой цвет? Это в школу вот. Под цвет формы, да, вот такой вот расцветочки. Очень приятный. 100% хлопок. Прекрасно обработана горловина. Вещи качественные. Видите, фаберлик. Размер и этикетка. Вот мужской свитер. Смотрите, вот рукавчик как сделан. Низ сделан так же. И горловина. Вот этикетка. Мне очень понравился. Я бы себе такую вот водолазочку взяла. Достаточно тонкая. На осень. Под курточку потом. Вообще прекрасно. Обожаю такие базовые вещи. Все прекрасно. Так, и детская кофточка. Вот как выглядит. Смотрите. Все прекрасно обработано. Замечательно. Горловина. Размер. Информация. Рукавчики тоже с резиночкой. И внизу получается тоже с резиночкой. Ну, мне кажется, 134 тоже в размер. Но мы обязательно померяем с вами, чтобы сделать уже окончательный вывод. Я сделаю вставочку. Вот как выглядит водолазка мужская. Все отлично. И длина рукава, и все. То есть вот на 52 размер она села прекрасно. То есть свободненько. Все отлично. Не светит. Очень комфортно к телу. Прям вообще. Смотрите. Можно, кстати, и женщинам тоже такую взять. Красота и горло. Прям с подворотом получается. Вообще здорово. Супер. Вот как выглядит детский кардиганчик. У нас рост где-то 125. Повернись задом. И получается вот 134 нам подошла идеально. И рукав. Все, поворачивайся. И по длине самоколочка. Так что все-таки, наверное, советую брать чуть-чуть на размерчик побольше. Нравится? Да. Хорошенько. Ну, давайте дальше по Фаберлик-клубу. Покажу, что взяла еще за 1 рубль. За 1 рубль взяла вот такой мужской дезодорант Ланселот. Артикул его 0539. У линейки у этой запах классный. Мне нравится. И здесь очень большой шарик. Пахнет здорово. Так, дальше. За 1 рубль, девчонки, взяла сыворотку для роста бровей. Вот как она выглядит. Она тоже есть в Фаберлик-клубе. Артикул ее 1168. До этого я брала сыворотку для роста ресниц. Ей же мазала брови. Мне очень нравится. Работает. Действительно, работает. Ресницы становятся длиннее, гуще. Они какие-то ровненькие становятся. Хорошо лежат. Работает. Но надо обязательно делать каждый вечер. Если день-два пропускайте, все, уже эффекта не будет. Пока ей пользуешься, она работает. И после того, как прошел курс месячный хотя бы, тоже какое-то время работает. Потом можно опять повторить. Поэтому очень рекомендую для тех, у кого ресницы после наращивания, у кого редкие бровки и так далее. Вот как выглядит сам тюбик. И для роста бровей здесь просто у нас вот такая вот кисточка. Да, мы их будем с вами причесывать. Вот таким образом. Хотя, мне кажется, даже кисточка для роста бровей удобна больше в тюбике для ресниц. Там такая же кисточка. Но еще на конце есть такой небольшой спонжик, которым можно по бровкам проходиться, которым можно проходиться по нижним ресничкам и по линии роста ресниц. А тут прям вот эта кисточка, она как-то, мне кажется, мало продукта выдает за раз. Вообще, у меня вот одного такого тюбика хватает на полгода точно. Попробую теперь для бровей. Посмотрим на эффект. Хотя он у меня не очень сильно будет виден, потому что татуаж. Но надеюсь, пока татуаж, они у меня станут и погуще, и понасыщеннее, что ли. Так, дальше, что по Фаберлик-клубу еще взяла? Взяла вот такой вот БАД. Это очищение. Я уже покупала очищение ни раз и ни два даже. Мне нравится. Это для тех, кто планирует сесть на ПП. Во время ПП всегда очищение кишечника происходит менее регулярно, что ли, бывают какие-то застойные процессы, потому что ешь меньше жирного, да, в связи с этим и стул становится таким вот нерегулярным. Артикул этого БАДа 156.20 действительно работает. Действительно работает для комфортного очищения кишечника. Вообще работает замечательно. Прямо после первой капсулки уже на следующее утро вы это ощутите. Вот так приходится паковано. Это тоже за 1 рубль, девчонки, это тоже есть в Фаберлик-клубе. Поэтому тратите свои баллы. Жалко, что его больше не будет. Запах такой, конечно, специфический. Вот такие они серо-зелено-землистые. Состав, девчонки, я вам сейчас покажу поближе. Кому интересно, кто еще не пробовал или прочитаю, он короткий. Порошок петрушки, микрокристаллическая целлюлоза, да, она применяется в слабительных средствах. Калия, фосфат, магния, оксид, кальция, стеорат, кремния, диоксид. Все. Пищевая ценность, тут написано, изготовитель. Употреблять по одной-две порции в день, забивая стаканом воды. Вот и все. Штука классная, поэтому взяла, да. Еще по Фоберлик-клубу взяла, девчонки, серию ретинол для лица. Я еще ни разу ее не брала. Мне очень интересно, мне хочется ее потестировать. Она стоит в каталогах отнюдь не бюджетно. То есть вместе со скидкой получается 400-500 рублей, да. Здесь у меня сыворотка. Активная сыворотка для лица, коррекция морщин. Артикул 12-12. И здесь у меня кремушек 12-15. Я надеюсь, что эти продукты работающие, потому что даже более бюджетные крема мне очень нравится Фоберлик. Надеюсь, все эти работающие все-таки уже 35+. Надо какие-то такие возрастные брать средства. Это возрастная линейка. Наносим на кожу лица 1-2 раза в сутки с утра. И перед сном избегая области вокруг глаз, подходит для ежедневного применения. Но я буду на дневной основе использовать, а на ночной основе уже что-нибудь другое. Так что попробуем вместе с вами в последующем влоге. Обязательно вот как работают эти средства. Посмотрим, попробуем по консистенции. Ну или давайте хотя бы посмотрим консистенцию. Возрастные средства все вообще, они, как правило, довольно плотные. Зафольгировано. Я надеюсь, что кожу утяжелять не будет. На дневной основе хочется какого-то легкого крема. Я на это надеюсь искренне. Так, давайте посмотрим. Он не как водичка, довольно плотненький, но не ощущается на коже. Нет, очень быстро распределяется и впитывается, и все. Нет, очень комфортный крем. Практически нет никакой отдушки. Замечательный. Супер вообще. Я думаю, что он не будет утяжелять кожу отнюдь. Но он такой питательный. Кожа после него прям действительно чувствуется, что в этом месте напитанная. Прям это очень явная разница. Не увлажненная, а именно напитанная. А что нам нужно, чтобы не было морщин? Хорошее увлажнение и питание, правильно? Ну, проверим. Проверим с вами, девчонки. Поносим, нанесем, проверим. Ну и, по-моему, все с Фаберлик-клубом. Если я не ошибаюсь, лак я тоже брала по Фаберлик-клубу. Если нет, девчонки, то значит не по Фаберлик-клубу. Артикул лака 7521. Да, я взяла лак. Мне последнее время совсем не нравится делать гель-лак на своих ногтях, потому что у меня то ли аллергия какая-то началась, может быть, база не та подобрана, не знаю. И мне нравится красить обычными лаками. Пока воздухки, да, почему бы нет. Вот так выглядит флакончик. Это оттенок какой-то такой красивый. Знаете, карамельно-бежевый, что ли. А, ну вот, это нюд. Это очень красивый нюд. Смотрите. Вот так он выглядит. Бежево-розовый, теплый подтон нюд. И я обязательно, девчонки, сделаю маникюр сегодня, прямо после видео, и вам выложу на ютубе в виде короткого ролика, как это все дело выглядит. И потом обязательно тоже выложу ролик и расскажу, сколько он не держится на ногтях, как носится. Я не брала никакого верхнего покрытия дополнительно. У меня теперь на канале, если кто не знает, доступны короткие ролики. Это типа сториз в инстаграм. То есть вы заходите ко мне на канал, нажимаете значок, где моя фотография, и если есть актуальные короткие сюжеты, сториз можно их называть тоже, да, то они есть. Я вам вот такие вот коротенькие отзывы на продукты буду в виде этих сториз выкладывать. Так что заходите почаще, смотрите. Они доступны к просмотру, если я не ошибаюсь, неделю или две. Сохраняются на канале. Так, ну и по Фаберли Клубу точно все. Поехали дальше. Очень не терпится уже открыть новинку. Это девчонки ВАЗа. ВАЗа 18 см, артикул 910-065. Я вам все поближе, потом покажу всю информацию и саму ВАЗу. Слава Богу, они были в наличии, и я успела взять, потому что прошлое не успело. В пупырку ВАЗа упакована. Смотрите, какая прелесть. Какая красота. Тут ленточка бежевая. Так. Вот. Смотрите, как красиво. Под дизайн. У кого интерьер в таких светлых тонах или кремовых, вообще прям будет просто супер. Вот такая вот ВАЗа. Это ткань, да? Просто завязан бантик. Кого можно развязать в любой момент. Фаберлик Хоун наклеечка. Подставочки. Такие, знаете, как просиликоненные, да? Чтобы не царапать поверхность мебели. Так, что здесь? По косякам пройдемся. Из видимых косяков, девчонки, вот что-то внутри там. Я вам даже это, наверное, камера не покажу. Есть такие вот дырочки. Сейчас поближе вам покажу. Все, сейчас. Вот информация по ВАЗе. Материал и так далее. И вот сама ВАЗа. Очень красивая. Смотрите, вот ножки. Вот, вот тут что-то прилипло, да? Но это все не критично совершенно. И где-то я здесь видела дырочки. Вот такие точки, да? Две. И все. Все остальное в порядке. Внутри, вот видите, как заклеено. Камера вам показывает, да? Вот видите, как заплаточка там такая внутри есть. Но это как бы тоже все ерунда. В целом, очень классная ВАЗа, очень красивая. Приятно прям прикасаться. И вот этот бантик смотрится вообще шикарно. Дальше, прям в отдельном пакетике лежало все то, что относится к питанию. Смотрите. Я заказала два чая, которых еще не пробовала. Мне очень, не чай, травяного сбора. Один антистресс успокаивающий. И второй гастро защита желудка. Вот как они выглядят. Я брала уже очищение утро-вечер. Мне очень понравилось. И что-то еще, по-моему, брала. Или все. Составы у травяных сборов потрясающие. Вот, допустим, антистресс. Здесь ромашка, иван-чай, шиповник, фенхель, лаванда, мелисса, пустырник, валерьяна. Потрясающе. У гастро состав земляника, мята, мать и мачеха, трава репешка, трава с порожж, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба, дубильные вещества, антибактериальный класс. Давайте с вами откроем, посмотрим по аромату. Но так как здесь везде мята, я думаю, аромат должен быть классный. Чай приходит, сбор приходит в зип-пакетах. Удобно хранить, удобно закрывать. И сами пакетики выглядят вот так. Ой, вкусно пахнет. Гастро очень вкусно. Мне нравится. Так, гастро, артикул, 156,71. Отравяной сбор номер 5, антистресс, 156,67. Сейчас откроем. Как-то неаккуратно у меня вскрылось ножнички делать. Они, в принципе, похожие сборы есть и в аптеках. Но мы с вами фаберлик. И цена, в принципе, выходит бюджетная. Получается 147, по-моему, рублей со скидкой 20 пакетиков. Здесь 20 пакетиков. Антистресс не очень нравится, потому что ярко выражен запах валерианы. Прям ярко. Прям кота можно давать. Нет, ну так нормально. Пить можно. Пора переходить на травяные чаи. Так, и по ВИП-программе. В прошлом каталоге я сделала 100 баллов, и поэтому могла выбрать один продукт со скидкой 70%. Я взяла, опять повторила суп, что-то не захотелось мне томатный. Он мне нравится гораздо меньше, чем грибной. Я взяла повторно грибной. Получился он со скидкой 70%, чтобы вы понимали, да, особенно что касается будущих акций в фаберлик, которые у нас будут со следующего каталога, когда вместо фаберлик-клуба нам будут позволять брать любой продукт со скидкой 70% от черной цены. Так вот, суп со скидкой 70% от черной цены выходит 780 рублей. С моей скидкой 26% еще. Вот, 780 рублей, это нормальная цена. Вообще, нормальная, шикарная супы, коктейли брать. Я в следующем каталоге обязательно коктейль возьму. Суп классный, суп вкусный, прям хрибы-грибы. Здесь мерная ложечка внутри, здесь 15 порций, но мне хватает на гораздо больше. Я иногда люблю делать пожиже, побольше водички лью, иногда поменьше сыплю. В общем, ну, мне на месяц практически хватает. Я не каждый день его ем, а иногда каждый день, иногда не ем. В общем, когда как. Хватает мне его на месяц вполне себе, на действие каталога точно. Здесь 42% белка, витамины, минералы, пищевые волокна, антиоксиданты. Их порции всего 98 калорий. Он достаточно сытный. Если один суп без ничего есть, то часа на 2 хватает. А если там положить себе еще каких-нибудь овощей порезать, да, рядом в тарелочку, взять какой-нибудь кусочек черного хлебушка, кусочек сыра, вот так вот покушать, то нормальный полноценный обед. Здесь огромное количество витаминов и минералов. Я вам сейчас покажу все поближе. Вот информация по супу. Кому интересно, можете нажать паузу и почитать. Антиоксиданты, пищевые волокна, пребиотики вообще потрясающие. Вот состав. Шикарный. Сколько витаминов. Способ применения. Срок годности у него год получается. 450 грамм. Вот такой вот супчик. Поехали дальше. Взяла два продукта технокейс. Чтобы сработала скидочка, да, были желтые ценники в этом каталоге. Зубную пасту, повторяем, уже не первый раз. Очень нравится, круто очищает эмаль. Это зубная паста груша 6+. Она классная, она действительно пахнет грушей. 23,59 артикул. Приходят они зафольгированные. На такого желтоватого цвета и пахнет прям грушей. Сладенькой. И жидкое мыло 3+. Взяли вот такое вот. Это, по-моему, у нас яблочко, если я не ошибаюсь. Гипоаллергенные отдушки здесь. И пищевые красители. Нет. Какой-то баблгам. Про аромат здесь даже не написано. Какой-то жвачкой пахнет. Здесь 200 миллилитров, артикул 23,56. Удобный дозатор, очень. Дальше взяла освежитель вот такой вот. Он не участвовал в акции. Но мне захотелось именно с корицей. Классный аромат, очень люблю его. Всегда дома парочка таких быть должна. Ой, вообще супер. Освежающий какой-то вот апельсиновый. И в то же время есть какая-то сладость корица. Здесь защелка очень удобная такая вот заглушечка от детей. Если что, нельзя совсем нажать, да. Они безопасны абсолютно для домашних животных. Они гипоаллергенные. Они на водной основе. Класс. Из серии дом взяла порошок. Наконец-то, а то уже у меня три дня ничего не стирано. Прям скопилось большое количество стирки. Взяла на этот раз вот такой универсальный альпийский луга. Последний, который был, по-моему, у меня был горный свежий. Здесь у нас 800 грамм. Он изменяет 3 килограмма обычного порошка. Он концентрированный. Мерная ложечка на стирку, когда полный барабан. Я обычно не полный барабан, а половина. Значит, кладем половину ложечки. Мне практически на два месяца вот этой пачки вот хватает. Так, артикул именно этого порошка у нас. 322. Это порошки германские. Порошки качественные. Если прошлую версию я не любила, мне не нравилось, плохо отстирывала, то здесь много оптического отбеливателя, который классно отстирывает. Который, как показала практика и наши вместе с вами рассуждения, достаточно безопасен. Не достаточно, он безопасен для здоровья. Поэтому да, почему бы и да. И взяла вот такой ультракондиционер-бальзам для белья. Потому что после него белье гораздо легче, чем после моего любимого саргана. Я их как-то так чередую. Он с нуля плюс. Девчонки, кого интересовал вопрос, вот ноль плюс. С нуля плюс. Дерматологически проверен для детской чувствительной и атопичной кожи. Изумительная мягкость и нежность ткани. Так что если у вас есть в семье аллергики или совсем маленькие детки, берите вот этот артикул его 118.56. По одушке. Еле уловимая такая чистоты свежести цветочков. Порошочка. Горная свежесть. Я бы сказала вот так. А может даже альпийский лугав. Нежный. Именно вот этот вот сенситив мне очень нравится. С вот таким вот значком. Так, погнали дальше. У меня попросили вот такую губку. Девчонки, кто не пробовал, это находка. На самом деле, как она изумительно убирает шерсть с ковровых покрытий. С ковролина. Вообще прекрасно просто. Артикул губочки 119.42. Она такая мягенькая в упаковке. Если она у вас на открытом воздухе лежит, становится твердой. Вы ее размачиваете и работаете дальше. Чтобы она не твердела, девчонки мне подсказали лайфхак. Недавно нужно ее хранить в пакетике. Ну, как бы и размочить ее не составляет труда. Мне кажется, она вечная. А еще я и пробовала, девчонки, очень круто мыть окна. Вообще никаких разводов. Вот этой вот губочкой. Без моющих средств, без всего. Прям по окну прошлись. Красота. Так, где же наши помадки? Помадки. Сейчас мы скоро до них, девчонки, доберемся. А пока покажу вам вот такой шампунь Detox. Заказала у меня девочка. У нее бывает на некоторые продукты зуд, бывает перхоть. И поэтому мы с ней подобрали вот такой шампунь. Он действительно классный. Его не следует применять на ежедневной основе. Но раз в неделю, раз в пять дней, да. Артикул 8961. Этот шампунь прекрасно очищает наши волосы от скопившихся. Силиконов, парабенов различных, которые содержатся в шампунях, в бальзамах, в масках, в лаках для волос и так далее. Поэтому вот такой продукт или аналогичный должен быть всегда в использовании. Ей же мы заказали масочку, и, по-моему, уже не первый раз, два в одном антиакне. Артикул 1669. Она была, кстати, в Фаберли-клубе. Я ее брала последний раз. Но сейчас ее там нет почему-то, к сожалению. Тоже запаслась бы. Мне безумно нравится. Это единственный продукт. Не единственный, а он круче всех. Просто вычищает поры и сужает их. Этот эффект временный. И если на следующий день вы не сделали правильный уход, то у вас, как бы, кожа вернется к первоначальному своему состоянию. Но даже временно это круто. Мне полюбилось использовать эту маску именно как умывашку. Утром наносите на щеточку для умывания, проходитесь по всему лицу, потому что мне безумно не нравится ее смывать. Она глиняная, и она может застыть в корку, и смывать ее даже спонжем это очень проблематично, очень трудно. Ну, трудоемкий процесс, который занимает определенное время. Поэтому как умывашку, мне нравится ее гораздо больше применять. По лицу щеткой повозили, смыли, и класс, практически тот же самый эффект. Поры чистые, поры сужены. Для жирной комбинированной кожи, пористой, склонной к высыпаниям, очень рекомендую. Попробуйте. Так, артикул, по-моему, вам сказал. 1,6, 6, 9. Спрей-лосьон от перхоти для кожи головы. Тоже Фаберлик Эксперт Фарма. Космецевтика. То есть это у нас продукты, которые не только косметические, но обладают лечебным действием. Попросила знакомое средство от перхоти, и, естественно, посоветовала спрей. Артикул его 1,6, 8, 2, потому что в свое время, когда у мужа была перхоть, брали ему тот же спрей, и он прекрасно после первого, девчонки, применения справился со своей задачей. Поэтому да, говорю ему да. Так, дальше. Еще чуть-чуть, и будут помадки. Заказала венотоник, и планирую заказывать пока его. Мне очень нравится, нравится, как работает. Я поизучала состав, мне нравится состав. Пусть нет такого видимого, явного эффекта охлаждения, как от других средств, в которых очень много ментола или камфора и так далее. Но он действительно работает. Он работает с венами. Я уже вам рассказывала, в пустых баночках наносишь. У меня есть одна венка, которая прям сильно выступает, то есть над рельефом даже кожи. И когда наносишь венотоник, она сглаживается. Мне этот эффект понравился. Я поняла, что продукт действительно работает, несмотря на то, что не чувствуешь от него прям такого эффекта. Было очень много вопросов, как этот продукт наносить, как им пользоваться, что это вообще такое. Девчонки, как любой крем для ног. Не для ног. Для ног. Не для ступней, девчонки. Для ног. Но на ступни тоже можно наносить. Мы наносим его на всю поверхность ног, то есть на голени, выше и так далее. Я потом задираю ножки кверху, полежу так немножко, и вообще красота. Супер. Вот так. Можно и на ступни нанести. Прекрасно снимает усталость в конце рабочего дня, поэтому рекомендую. Так, дальше что у меня в заказе. Ла-крем опять повторяю. На кухне у меня стоит это мыло, и больше всего мне нравится с миндалем, с медом серия вообще не зашла, невкусная. 86-37 артикул, обалденный аромат миндаля. Мыло кремовое, ручки не сушит, поэтому да, всегда да. Дежургаранты, всегда их беру антипреспиранты. 48 часов защиты нет, но 24 да. 22-41 артикул, шариковый, шарик не очень большой, но пользоваться достаточно удобно. Я постоянно чередую ароматы, мне хватает на месяц вполне такого флакона, а он без скидки стоит 89 рублей. У них у всех трех очень приятный аромат. Сейчас заканчивается розовый, будет теперь в использовании зеленый алоэ вера. Здесь нет спирта, это на самом деле важно. Так, ну и все, девчонки, теперь приступаем к линейке Глэм Тим и новым помадкам. Я заказала себе... А что это у меня? А, я заказала себе тушь, думаю, почему же она в упаковке Глэм Тим, если это тушь у нас в Эрри Берри. Все, это Месс Керл теперь тушь называется. Не подружилась я ни в какую с тушью, а ты фраши, она мне не нравится вообще, и денег она своих не стоит. Она на скидках 400 тысяч рублей, это на скидках. А так она, по-моему, по полной цене 800. Гадкая тушь, нереально гадкая, и нереально вообще свои ресницы привести в какую-то форму. Если мы берем вот эту тушь, Месс Керл, я взяла коричневую опять, 57-62 ее артикул, вот как она выглядит, то тут можно подправить каждую ресничку, если они у вас неровно, там с утра как-то, да, легли от подушки, можно взять кисточкой, приподнять и сделать ее ровненькой. Она в этом положении застывает, ресницы выглядят красиво, аккуратно, здорово удлиняет. Сейчас она у меня на ресничках, она уже у меня подсохла, я ее отправляю в утиль, а вот эту тушь с удовольствием открываю, буду использовать. Вот такая вот изогнутая здесь кисточка, силиконовая, девчонки. И вот коричневая тушь, сейчас у меня на глазах, она делает взгляд более естественным, мне это нравится. Я решила пока остановиться вот именно на этой туши. Предыдущий вариант у меня прослужил, девчонки, внимание, 4 месяца. То есть я периодически на недельку отложила, попробовала, вот потестировала туши в Роше, не подошла, опять вернулась к ней. Потом один раз на недельку отложила, вернулась к своей любимой гламтим, которая удлиняющая в малиновой упаковке, да. Но в итоге поняла, что душа сейчас именно к этой туши лежит и буду пользоваться ей. Артикул 5762, я вам сказала, да. Так, не новинка из помад. Давайте начнем с нее. Полуматовая губная помада Бархатный сезон. Очень шикарная была цена. В этом каталоге на эти помадки, мне кажется, их тоже скоро будут выводить. Артикул 458. Я не помню, как этот тон называется, девчонки. Я сейчас найду каталог, мы с вами сравним с каталогом. Нашла, девчонки, 458. Это бархатный бежевый. Вот этот оттеночек. Вот. Сейчас посмотрим вместе с вами. У меня на губах ничего нет. Это татуаж. Я вам все покажу при естественном освещении. Так как татуаж яркий, захотелось нюдовых оттенков, да, помад. Ой, какая классная. У нее сиреневый отлив, девчонки. Видите, она нюдовая. У нее красивый сиреневый отлив. Вот такой красивый нюд. Я вам обязательно просвочу и покажу все свочи при искусственном и при естественном освещении. Вот как она выглядит на руке. Видите, такой сиреневый у нее потон. На губах смотрится очень естественно, красиво. Так, поехали дальше. Следующая помада. Это новинка. Новый оттенок. Точнее, в линеечке Glam Team жидкие матовые помады. Да, с Тейтрум. Я взяла в оттенке 408,74. Сейчас мы тоже с вами откроем, сравним с каталогом. Кстати, в каталоге помадкой черканем. Посмотрим, совпадает или нет. Слушайте, вот это прям совпадает. Совпадает. Я вам покажу при естественном освещении, потом все поближе. Потому что сейчас свет стоит и камера может немножко искажать. Так, помадка Стейтрум. Новиночки. Новый оттеночек. Вот он он. 408,74. Вот этот. Мне кажется, это тоже должен быть нюд. Я надеюсь. Давайте смотреть. Да, это тоже нюд. Красота. Мне кажется, даже в каталоге он ярче. Убираем помадку. Бархатный сезон, кстати, практически один в один с полуматовой губной помадой овации, которую убрали. Мне очень нравятся их текстуры. Мне они губы не сушат. У жидко-матовой помады очень удобная вот такая вот спонжи-кисточка. Смотрите, в форме губ изогнутых, да? Это уже коричневый беш. Коричневый нюд. Более холодный подтон. Если тот уходил в сиреневый, то здесь, знаете, как кофе с молоком. Вот такое. Это достаточно стойкая помада. У меня есть в другом оттенке. Когда они только появились, я брала их. И она очень похожа по своим свойствам на жидкие помады Вивьен Собой, если кто-то пользовался. Безумно красивый нюд. Тоже нереально. То, что я хотела, девчонки. А на сводчих они, кстати, очень похожи. Но все-таки есть отличия. Видите? Текстура приятнее, чем у бархатного сезона. Она вообще невесомая. Вот она сейчас впитается в губы, но губах останется и никуда с губ не денется. Очень красивый нюд. Нереально. Более холодный подтон, чем у предыдущей помады. Так, и новинка. Новинка у нас сатиновая губная помада. А в оттенке 403-83. Все мы знаем, что в каталоге эти оттенки перепутаны. Фаберлик с нами сыграл злую шутку. И по этой страничке не выбирайте себе помаду. Здесь все ложь и провокация. Оттенки абсолютно не совпадают. Так, 403-83. Розовый нюд. Да, я розовый нюд взяла? Вот это. Вот, видите, вот это. Но на картинку не смотрим, не совпадение полное. Так, вот как выглядит флакончик. Мне нравится, красиво. Особенно вот тут внутри поцелуйчики, губки. Все помадки магнитные. Ой, слушайте, у меня три прям одинаковых помады, наверное, по оттенку будут. Смотрите. Это тоже очень красивый нюд. Смотрите, как изогнута помадка сделана. Здорово. Но она уже не матовая, а сатиновая, да? Так, где мои салфеточки? Где мои салфеточки? Стираем. С вами предыдущую помаду я уже не так просто стереть. Она тяжелее стирается, чем бархатный сезон. И будем тестировать эту. Потом покажу вам спотча. Затерлась? Да. Потому что на губах моих смотрится все равно недостоверно. Так, как пигмент сейчас на них яркий, да? Так, пробуем. Розовый нюд. Ой, какая приятная. По цвету она такая же, как и две предыдущие. Но у нее достаточно легкое покрытие, что ли, чтобы было поярче, надо наслоить. Она действительно сатиновая. Она очень мягкая. Да, слегка выравнивает поверхность губок. Немножко разглаживает морщинки на них. Классно. Теперь у меня есть и сатиновый нюд. Сейчас сделаю сводчик. А, но она немножко уходит, вы знаете, в такой... В персик, что ли. Это самый теплый нюд из всех трех сегодняшних. Так, вот она крайняя, да? Сейчас я вам покажу поближе, а так мне очень нравится. Смотрите. Действительно сатиновое покрытие. Очень мягкое, комфортное, невесомое, легкое. Средняя пигментация. Невероятно комфортная. Прям вот здорово. Видите, губки разглаживает. Как такой бальзамчик с цветом, но не такая, как Кип Байм, да, в этой линейке помада. А более, конечно, пигментированная, более насыщенная. Классно. Нет, она достаточно насыщенная, да. Потому что сводчик получился прям очень яркий. Очень классный оттенок. Все, давайте смотреть теперь сводчик поближе. Вот, смотрите, девчонки. Первый – это бархатный сезон. Вторая – это новый оттенок жидкой матовой помады. Она самая стойкая и самая пигментированная посерединке, да? И последняя – это сатиновая помадка «Новиночка». Вот как выглядит. Они сами по себе очень похожи. У нас первый, первый получается, да, самый холодный такой, сиреневый. Второй – потеплее. Третий оттеночек самый теплый. А так между собой они перекликаются. Это я вам показываю при искусственном освещении. Сейчас покажу при естественном. Девчонки, вот сводчи при естественном освещении как выглядят. Смотрите. Фокус, не пропадай. Ты нам сейчас очень нужен. Вот. А вот даже на солнышке. Смотрите, вот сатиновая как переливается. Она, кстати, может растекаться, мне кажется, слегка. Ну, эффект зацелованный куб сейчас в моде. Вот как выглядят эти помадки. Получается у нас посуши, даже если по коже посмотреть, да? Бархатный сезон. Самая сухая. Так они очень похожи. Вот как на губах при естественном освещении смотрится последняя, да, вот эта вот сатиновая помадка. Очень комфортная. Губки прям мягенькие, мягенькие. Ну, вот и все, мой хороший. Заказ у меня был на 50 баллов там с копейками. Конечно же, прислали новый каталог. Имейте в виду, что нынешний 14 каталог только две недели у нас. Потому что об этом нигде никто не говорит. И частенько я помню про короткие каталоги Фаберлик. Мы забываем. Только две недели у нас есть на вот этот каталог и на эту шикарную акцию с 1000 рублей. Да, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Сейчас Фаберлик дарит 1000 рублей на покупки. Это круто. А вот в следующем каталоге уже такой акции не будет, поэтому успеваем воспользоваться. Полистаем с вами его потом вместе. Я уже видела электронный вариант. И здесь такое количество новинок, что просто я не знаю, а все их нереально купить. Каталог очень классный, сочный, вообще супер. Ну вот и все. Если видео было вам полезно и интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.